Если к вам пришла клиентка с тонкими, редкими волосами, не спешите отчаиваться. Обязательно посмотрите это видео, и вы узнаете, как сделать красивую прическу, чтобы она выглядела достаточно объемно и стильно. Для увлажнения и ухода за сухими, безжизненными кончиками я использую крем от Tiji. Он придает сияние волосам, и они выглядят здоровыми, а также является термозащитой от высоких температур. А здесь мы с вами схитрим. Я хочу показать вам интересную технику для быстрого оформления верхней части пучка. Для этого я отделяю прядь примерно 2 см на 5 см и оставляю ее на самый конец. Использовать буду пудру KYK, это австралийский бренд. В принципе, можно взять абсолютно любую пудру, которая у вас есть под рукой, которой вы привыкли работать. Например, для светлых общедоступная пудра, это от Ossis. А если вы хотите работать с темными тяжелыми волосами, то лучше приобрести пудру Milkshake. Она имеет сильную фиксацию и крепко держит этот начес. Смотрите, я уплотняю прямо к хорну и делаю легкую тупировку примерно 5 см, но не больше. И так я буду начесывать абсолютно всю голову. Если волосы легкие, как у меня, окрашенные, то можно использовать также пудровый Sauvage Panache. Это спрей, который содержит пудру и имеет среднюю фиксацию. Таким образом, вы можете также фиксировать этот начес, чтобы он не сползал. И, кстати говоря, если у вас нет никакого из этих средств, можно делать просто начес. Но главное, чтобы волосы были легкие. На тяжелые волосы все-таки лучше делать это с пудрой, чтобы он не скользил. Возвращаю весь наш начес на исходное состояние. Буду использовать щетку с натуральной щетиной от Balame. И просто приглаживаю верхний слой. Здесь очень важно. Нужно, чтобы начес наш оставался внутри. Затем пальцами создаю текстуру. Легкую текстуру. Знаете, это не такая, как у нас была 2-3 года назад, с острыми ребрами. Постарайтесь сделать действительно, как будто бы натуральная текстура, как будто она сама ее сделала. Затем переходим к нашей прядке, которую мы оставили. Теперь ее черед настал. Я подначесываю у корня, чтобы она не выглядела плоской. И затем накручу на утюг. И здесь, кстати говоря, может быть несколько вариантов. Вы можете ее, к примеру, просто плоско уложить поверх уже готового основания. Либо подкрутить, как сделала я. Для того, чтобы добавить нотку небрежности в эту прическу. И затем я прочесываю прядки, которые у нас получились, шпилькой. Для того, чтобы они не были такими четкими. А делаю их просто слабыми для небрежного эффекта. Если вам полезны мои уроки и вы хотите поблагодарить меня, то под видео есть кнопка «Спасибо». Теперь она мне доступна. И вы можете перечислить любую сумму в знак благодарности. Если же этот вариант не для вас, то просто поставьте лайк. Это также очень важная поддержка для меня. Для того, чтобы прическа выглядела чистой, я всегда использую спрей-воск. Сейчас я работаю от Осис. Он мне очень нравится. У него большой объем. И его можно приобрести в любом магазине. Затем формирую макушку. Беру прядку. Верхнюю прядь я подкалываю невидимкой. Смотрите, какая она у меня большая получилась. Чтобы она не скользила, вам нужно невидимку завести прямо в начес. Затем беру следующую прядь слева, легкий оборот и также фиксирую ее. Можно вытянуть пару текстур. Подкалываю чуть ниже предыдущей невидимки. Затем я действую в шахматном порядке. Следующая сторона у меня правая. Также приглаживаю, чтобы было красиво. Если ваша клиентка любит закрытые ушки, то обязательно растяните прядь ниже. Если же она не против открытых, то можете смело поднимать и плотно фиксировать ее также чуть ниже предыдущей невидимки. То есть невидимки у нас не должны быть в одной точке. Они идут ниже, как будто бы лесенкой. Затем оставшиеся волосы я собираю в низкий хвост. Я использую маленькую резинку. Ее можно заказать либо на Алиэкспресс, либо купить просто в магазине. Помните, из них раньше плели браслетики? Вот их раньше было очень много. Делаю начес из хвостика. Если прядка не начесывается, можно добавить чуть-чуть пудры. И также чищу этот хвостик расческой. Если у вас нет такой, то можете использовать обычную, конечно же. В этом ничего страшного. Главное, смотрите, чтобы начес у вас остался внутри. И подкручиваю, делаю легкий жгут и придерживаю рукой. Смотрите, я здесь сама формирую форму прически. Извините за тавтологию. Сама настраиваю форму пучка. И подкалываю несколькими невидимками. А также шпильками. Кому как удобно. Можно даже поставить временную шпильку, чтобы вам можно было работать двумя руками. Настроить форму, например. Растянуть побольше. Или вытянуть текстуры. Это уж кому как нравится. Затем временные шпильки я либо убираю, либо оставляю их внутри. Для еще большей дополнительной поддержки. Я жду ваши вопросы и комментарии. Как вам такой пучок? Обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы смотреть уроки по прическам в числе первых. А также я предлагаю вам заглянуть в мой инстаграм, потому что там есть полезная рубрика Пустые баночки, где я делаю обзор на стайлинги, которыми работаю. Чтобы вы не покупали, не тратили деньги в пустую. А только то, что действительно работает. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...